Мы снова выехали, выселились наконец из отеля, в котором провели еще одну экстра ночь. И сейчас снова едем на Виаду Блинкину, хотим застать то, что мы не застали вчера. Не буду говорить сейчас, что, потому что всю дорогу Ая будет полтора часа спрашивать, где, где, скоро или не скоро, потом она узнает. По пути, может быть, еще грибочков пособираем. Вечером в отеле Рома разложил все собранные грибочки нами на горячую батарею, и они хорошо подсохли. На суп уже есть. Будем теперь собирать на жареную картошку. Так, у нас дубль два. Мы приехали снова на Виадук Гленфина, потому что вчера у нас не получилось увидеть поезд. Сегодня, вроде бы, воскресенье, он утром в 10-15 должен выходить из Форт-Вильяма и проходить здесь в районе 10-45-11 утра. Поэтому мы встали сегодня намного-намного раньше, чем обычно. Выехали из отеля пораньше. И решили, все-таки, дочечка, давай, иди ко мне на мешки. Да? Туда? Ну, хорошо. Все. Остановись. Давай. И решили, все-таки, что мы не можем оставить Аю расстроенной без этих впечатлений. Очень-очень сильно надеюсь. Немцы с нашего отеля. А, да, это немцы с нашего отеля. Мы их сегодня видели на завтраке. Я им сегодня сказала халло. Вот эти дядечки тоже приезжают сюда. Приезжают сюда смотреть на поезд. Все любят Гарри Поттера. Но мы Гарри Поттера ни разу не смотрели. Они нас узнали, да, по-моему, немцы? Потому что он посмотрел на тебя и начал смеяться. Спешим. Сегодня мы не будем грязь лезть наверх. Мы пойдем на смотровую площадку, как все нормальные люди. Что? Куда? Где? Куда? Пяточку камушек? Иди ко мне на ручки. Так быстрее будет. Да. Так что родной пейзаж уже. Аечка нашла причину, чтобы не идти. Сказала, что и камушек попал в пяточку. Вон, смотри, там уже куча народу стоит. Все, нам нужно срочно идти. Лучше прийти туда раньше. Погода сегодня благоприятная. Дождя нет. Нам с этим, конечно, очень повезло. Сейчас еще, как говорят британцы, fingers crossed на то, чтобы приехал поезд. У него не сломается колесо. Надеюсь, что не сломается. Аечки сказали вчера, что поезд сломался. Что так спешил к Аечке, что отлетело колесико. Потому что она вчера очень сильно плакала. Ребенок, представляете, ребенок в три года смирно стоял на горе под ветром. Целый час ждал поезд. Не плакал ничего, просто ждал. Мы не можем оставить эту детскую мечту незавершенной. Пусть Аечка знает, что мы ради нее способны на все. Мы поменялись с детьми. У меня теперь мечка на ручках. А, еще также у меня на ногах, смотрите, что Ромины кроссовки. Это все потому, что вчера мы залазили наверх. У меня промокли кроссовки, они не высохли. От слова вообще. Хоть они под батареей, под горячей стояли целую ночь. Поэтому пришлось мне одевать Ромины кроссовки, а Рома в своих ботинках. И это благо, что мы зимние ботинки не выложили еще со времен побега с Украины. Мы возим с собой зимние ботинки. Вот. Мои зимние ботинки мы оставили для леса, потому что мы еще планируем сегодня зайти в лесок. Мы планируем зайти в лесок, чтобы там чуть поискать грибочки. Сегодня заезжали в лес, нашли два красивых масленка. Но их мы не взяли. Мы выбрать только белые. Только благородные. И лисички. Вот есть мечта свежие, лисички с картошкой поджарить. Так, все, мне уже тяжело одной рукой мне нести. Вот тут потоки прям текут. Сейчас еще трагеруем. Кроссовки будут мокрючие. Чем выше мы поднимаемся, тем больше людей. Все занимают такие места на камушках, чтобы водичка не затекла в обувь. Фух, тяжело. Наверх с дотенковой в одной руке. У меня после вчерашнего часа ожидания на той горе после Мии так сильно бицепсы болят. Такая крепатура. Ой, красота. Пойдем повыше. Беги. Чуть-чуть перередем дух. Все уже ждут. Кстати, здесь летает тот же самый квадрокоптер, который летал вчера, когда мы стояли вон на той горе. Мы стояли аж с той стороны. Я думаю, сегодня там такая же точно грязь. Столько же воды. Все здесь из гор. Земля такая и трава такая, что ты становишься как на губку становишься. Коко. Мишка. Не, не надо проводить. Это будет. Айя ни в какую не хочет пешком идти. Папа ее уговаривает. Она очень хочет по воде ходить. Но в резиновых сапогах, конечно, тяжеловато. Будет по таким камням ребеночку идти. Даже вот так вот сидят, будут смотреть. Вот сегодня больше намного людей, чем вчера. Значит, поезд должен приехать. Да, Айя очень ждет. Доча, это все ради тебя. Потому что ты любишь поезда. Мы к Гарри Поттеру равнодушны. Здесь тоже калитка, да? Папочка, нас пропускать вперед. Осторожно, Доча. И жди папу. Жди папу. Папа тебе за ручку возьмет. Так, ну здесь хоть камнем выложена дорога. Посмотрите, сколько народу. Будем вместе с толпой. Вот мы добрались. Не на самую, конечно, высокую точку. Вон. Там еще выше люди стоят. Но там слишком высоко. Мне кажется, что здесь будет самый оптимальный вид. Тем более здесь стоит парень с очень классным фотоаппаратом. Конечно, Рома говорит, с той стороны намного лучше. Потому что намного лучше панорамы. Видно часть моря. Эти горы. Намного лучше. Но с этой стороны Ая лучше видит поезд. Но и туда мы, конечно же, не полезем. Да, дочечка? Не полезем больше? Вверх. Полезем. Полезем. Ты еще хочешь? Да. Тебе понравилось, да? Ну, ждем поезд тогда с тобой, да? О-о-о. Что там? О-о-о. Коза. Это не коза, это кожа. Коза. Да. Ты ждешь поезд? Да. Когда поезд приедет, да? Ну, да. Откуда он будет ехать? Он оттуда будет ехать. Коза будет ехать? Да. И все за того. Да, вижу. А? Люди стоят. Там, где мы вчера были. Да? Вот мы были вот здесь вот где-то. Вот, да, вон вижу. Шевелится. Это мы были там вчера. Ну, ничего. Сегодня с этой стороны. Нам самое главное поезд увидеть. Да? Ты смотри аккуратно, а то сейчас дядя собьешь штатив. Дядя штатив собьешь, и все. Вот, смотри. Едет. Вау. Вон, а вот сюда? И сюда? И туда? Вот он, вот он, вот он. Вон, а вот он, вот он. А вот он. Вон, а вот он. Вон. Уваживай. Вон. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дотя, ты довольна? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Милечка, ты довольна? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он еще приедет? Все? Я еще хочу. Нравился? Я хочу еще смотреть. Хорошо. Приедем еще раз когда-нибудь? Все, теперь мы дружненько все вместе спускаемся с этой горы. Галочку жирную поставили, поезд увидели. Аечка довольна. Сказала, будет теперь пересматривать. Тут еще сплошная фотозона. Вообще Шотландия превзошла все ожидания. Настолько она красивая, невероятная. Нам отсюда просто не хочется уезжать. Мы пытаемся оттянуть, оттянуть еще больше наш отъезд. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Значит, мы спускаемся сейчас, проходим через вот этот деревянный заборчик, через который заходили. И Ая останавливается и говорит, о, смотрите, ежевика растет. И действительно, ребенку три года, и она уже знает, где какие ягоды растут. И она просто останавливается и показывает на них. и говорит, я знаю, что такое ежевика, я знаю, как она выглядит. А люди не знают. Вот так вот. Мы спускаемся сейчас в толпе. Опять по этой речке, мини-речке. Очень сегодня сильно дождь шел ночью. Все сейчас стекает, течет. Самое главное, Ромины кроссовки не намочить. Я немножко криво камеру держу, потому что для Мии еще на руках, она уже такая увесистая по весу. Вот. Так что, Иая говорит, мне всего лишь три годика, а я уже знаю, как выглядит ежевика. А еще она знает, как выглядят грибы съедобные и клюква с черникой. Вот такой у нас ребеночек, умненький. И в этих путешествиях она еще больше развивается, потому что она больше всего видит, больше запоминает, больше узнает. Мы очень рады, что мы можем нашим детям дать вот такое образование через путешествия. Спасибо Богу за это, за то, что он нам усмотрел эту поездку, за то, что мы очень за хорошие суммы забронировали наш отель, за то, что мы поехали по таким интересным местам. Дотя, он уже не приедет, он уехал. Глен Роад называется. Да, мы уже посмотрели. Вот он едет, он едет от станции Глен Финнен. Это станция-музей. И проезжает через Виадук и едет дальше до вот этого города крайнего, западного. Он Малайк называется. По-английски Малай, по-русски. И мы вчера там были. Очень красиво. Написано, на железную дорогу не заходить. Штраф 1000 фунтов. Вот так. Ну, а мы пошли к машине. Все, мы спустились к нашей машинке. А вон мы услышали еще один поезд. Едет, ну, это самый обычный поезд, типа электрички. Это тот, кстати, поезд, который мы вчера видели в Малайке. В Малайе. Он там стоял на конечной. Малайки. Да, тут два вагончика всего лишь. Дойца, смотри. Ты хотела видеть один поезд, а видела аж два. Класс, да? Спасибо. Спасибо.